В сегодняшнем видео мы начнём с вами говорить о будущем времени. В английском языке есть много способов передать будущее время. Мы начнём с вами самого простого – future sample. Future sample – это будущее простое. Оно указывает на действие, которое произойдёт tomorrow – завтра, next week – следующую неделю. Помимо следующей недели может быть другой период времени, например, next year – в следующем году, next month – короче говоря, всё, что со словом next. In two days – через два дня. Опять же-таки может меняться, например, in two weeks – через две недели. The day after tomorrow – это послезавтра, то есть день после вчера. Либо же context – when I see her – когда я её увижу. То есть это всё маркеры future sample – будущего времени. Как же мы строим это время? На первом месте у нас исполнитель, дальше слово will для всех, для I, для he, для she, неважно, для всех исполнителей у нас идёт will. Дальше действие обращаем без всяких окончаний. То есть берём первую форму глагола. И если нам нужно употребить одно из этих слов, они в основном ставятся в конец. Иногда их ставят наперёд, ну, в конец, чтобы вы не путались, всегда ставьте в конец. Потрясание. На первое место исполнитель. Дальше won't. Что такое won't? Won't – это will и not. Вот они слились и получилось won't. Дальше действие. Опять же-таки в первой форме, без окончаний. И если нужно употребить это слово или фразу – в конец. В вопросе will выносим на первое место, дальше кто и действие без окончаний. Если хотите употребить вопросительное слово, поставить специальный вопрос, вопросительное слово на самое первое место. Например, who will come with you? То есть сначала who, потом will, потом кто и действие. Очень легко запомнить это время. Здесь, видите, у действия вообще нет никаких окончаний. И все, что нам нужно помнить, это will, won't и в вопросе will на первом месте. Давайте смотрим, когда же употребляют future simple, то есть когда передают будущее через will. Итак, когда речь идет о predictions. Predictions – это предсказания, события, которые произойдут завтра, послезавтра, в каком-то недалеком будущем. Например, it'll rain tomorrow – завтра пойдет дождь. Обратите внимание, что мы сократили will до двух l. Давайте вернемся. Забыла обратить ваше внимание на такую штуку, что в основном в английской письменной речи will сокращается. То есть мы ставим апостроф и сохраняем две последние буквы. То есть she – апостроф, she'll, will, they'll. Неважно, любой исполнитель – апостроф, две последние буквы. В отрицании помним – won't. В вопросе полная форма. И вот как мы увидели здесь, сократилось до двух. It'll rain tomorrow – завтра пойдет дождь. То есть первое наше правило – это когда мы предсказываем что-то. Но это может быть прогноз или просто предсказание. У нас нет никаких доказательств визуальных в данный момент, но мы просто говорим о будущем. Мы так думаем. Дальше мы используем future, то есть будущее через will, когда говорим о something inevitable, чем-то неизбежном, что-то, что точно случится. Ну, вот так, а не иначе. Например, she will be 25 next week. На следующей неделе ей будет 25, то есть ей не может быть 24 или 27, ей будет именно 25. Мы также используем future simple, когда речь идет об on-the-spot decisions, то есть решениях, принятых в момент речи. Например, don't bother, I'll do it. Не заморачивайся, я это сделаю. Или же кто-то вас уговаривает пойти с ним в кино, не знаю, в кафе, и вы вот сейчас только решили и говорите, ok, I'll go, хорошо, я пойду. Тоже через will. Дальше смотрим. Например, когда речь идет о promises, threats, promises, обещания, threats, угрозы. Например, I promise I will buy you a new phone. Or I'll buy you a new phone. Обещаю, я куплю тебе новый телефон. Но вот этого слова promise может и не быть, просто когда вы что-то обещаете. I'll buy you a new phone. Угрозы. I'll fire you one day. Однажды я тебя уволю. Or I'll kill you, я тебя убью. То есть это угроза. Тоже через will. Еще раз повторяем. Future sample передает будущее действие через will. Исполнитель, will, глагол в первой форме. Окончание исполнитель, will, глагол без окончания в первой форме. Вопрос will, исполнитель, действие. Употребляем. Когда речь идет о предсказаниях, мы предсказываем что-то в будущем. Когда мы говорим о чем-то неизбежном. Когда мы принимаем решение в момент речи. Когда мы обещаем или же угрожаем кому-то. И в дальнейших видео мы там будем говорить с вами дальше о будущем. И сравнивать разные способы. В этом мы только говорим о will. Полезные фразы нашего сегодняшнего урока. Я взяла слово get. И несколько таких распространенных фраз и фразовых глаголов. Которые образуют, которые может образовывать слово get. Я, примеры, я просто сейчас буду вам их зачитывать. И переводить. А примеры я напишу под этим видео. То есть, примеры, в которых употребляются эти фразы. Чтобы было понятнее. Итак. To get. To get. В общем, переводится как получать что-то. Это неправильный глагол. Его формы. To get. Got. Got. И вот мы можем сказать. To get involved. То есть, было у нас слово get. Мы взяли involved. И у нас получилась как бы фраза. И to get involved переводится как участвовать в чем-то, связываться, ввязываться во что-то. To get bored. To get bored. Это заскучать, когда вам скучно. To get up. Просыпаться. Это фразовый глагол. To get dressed. Одеваться. Следующая фраза. To get in. To get in. Это войти, попасть, проникнуть, пробраться. To get a message. Вот здесь про мой перевод. Получить. Получить сообщение. Вместо message можем поставить present, letter, email. Все что угодно. Дальше. To get over. Опять это фразовый глагол. Переводится как пережить, забыть, преодолеть, либо же справиться с чем-то. To get somebody something. Другими словами, подать кому-то что-то. Например. Get me a cup of tea. Or get me this. Достань мне это. And to get acquainted. Познакомиться. Не забываем. Под видео я пропишу все эти фразы в предложениях, чтобы вам было более понятно. В следующем видео мы продолжаем говорить о будущем времени. Мы поговорим еще об одном способе, как можно выразить будущее и сравним его с will. Thank you for watching. See you next time. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok